МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я не понимаю, откуда взялась столь, так скажем, солидная цифра роста экономики нашей страны, когда прогноз был совершенно другой. Более того, предыдущий год, 2017, показал рост 1,7%. Рост 2019 года хорошо, если бы дотянул до 1%. Откуда взялась цифра 2,3%? Вот это вопрос. Я считаю, что на сегодняшний день мы не можем иметь доскональную, правильную, объективную картину состояния нашей экономики, всех наших отраслей. Почему? Потому что сегодня Росстат не является независимой структурой. Сегодня Росстат подчиняется Минэкономразвитию. Следовательно, доверия вот такой цифре, по крайней мере, у нашей фракции точно нет. Длинная доля прироста вот этого, это, конечно, добыча полезных ископаемых. Давайте теперь посмотрим на те отрасли в 2018 году, как они инвестировались. Именно те отрасли, которые должны оказывать серьезное влияние на технологическое обновление промышленности нашей страны. Это производство оборудования и машин. Давайте посмотрим. Если инвестиции были вложены в основном в добывающие отрасли, то оборудование и машины минус 9,8%. Как мы будем осуществлять технологический прорыв, непонятно. Причем вот эта системная ошибка деятельности правительства Российской Федерации сохранялась ранее, она сохраняется и на следующие перспективные годы. Давайте посмотрим на цену на нефть. Примерно на 60% цена на нефть увеличилась. А вот макроэкономические показатели остались на прежнем уровне. Почему такое вообще в принципе может происходить? Потому что, опять-таки, недостоверная картина и недостоверные статистические данные. И я хочу сказать, что на таких статистических данных мы далеко не уедем. Мы сегодня ждем структурных изменений в экономике. Эти структурные изменения необходимы буквально как воздух, потому что сегодня сидеть на сырьевой игре просто-напросто больше невозможно. Но что получаем в итоге? В итоге получаем, что зависимость от топливно-энергетического комплекса только растет. Хотя, по данным опять того же Минэкономразвития, она сокращается. Как же она может сокращаться, когда при такой цене на нефть мы не имеем существенных увеличений расходов бюджета? Мы сегодня имеем доходы бюджета по сравнению с 2017 года на 2018 год 4,4 триллиона рублей. Давайте посмотрим по расходам. 292 миллиарда. Уже не первый год мы говорим о бюджетном правиле. Давайте будем как-то его менять. Правительство, к сожалению, не прислушивается к нашим требованиям. Вообще сейчас обсуждается два варианта. Один вариант – тратить деньги Фонда национального благосостояния. Второй вариант – значит изменить порог отсечения цены на нефть. Я считаю, что второй вариант более приемлем, потому что он более прозрачен. Однако, к сожалению, бюджетное правило как было, так и есть, и оно не меняется. Совсем недавно председатель правительства, рассказывая президенту Российской Федерации о состоянии нашей экономики и финансов, гордился тем, что мы увеличили кубышку до солидных размеров. Так вот, эта кубышка на сегодняшний день работает на экономику иностранных государств, но не работает на нашу экономику. И доказательство того может служить рост доходов населения нашей страны, реальных доходов. Там цифра стоит в исполнении бюджета 0,1% роста реальных доходов населения. Вы знаете, я не верю и этой цифре, потому что это очередная статистическая арифметическая погрешность нашего Минэкономразвития. Вот наше Минэкономразвитие напоминает мне шулеров, наперсточников в 90-е годы, когда, помните, вот эта игра «угадать, не угадать», вот точно так же угадывает и наше слабое, я считаю, Минэкономразвитие. Что касается Минфина, значит, то здесь можно сказать, что, так скажем, касса сошлась, дебет с кредитом, то есть касса сходится, но, тем не менее, экономический курс и финансовая, экономическая, бюджетная политика, она сегодня оставляет желать лучшего, начиная с бюджетного правила и заканчивая расходными обязательствами регионов. По регионам могу сказать вот что. На сегодняшний день цифра, которую дает нам Минфин, по консолидированному бюджету регионов за 1918 год профицит 510 миллиардов рублей. 70 регионов, 70, закончили 2018 год с профицитом. За счет чего он взялся? За счет урезания расходных обязательств. А вы знаете, что на сегодняшний день долг регионов, внутренних государственных долг составляет более 2 триллионов? Эта цифра не меняется совершенно. Имея такой долг и имея такой профицит, мы вообще не можем понять, как вообще сегодня строится бюджетная и финансовая политика нашего государства. Вообще зачем профицит регионам? Для того, чтобы губернаторов потом похвалили, потому что сегодня модно иметь профицитный бюджет, урезая расходы и имея минус в реальных доходах населения. Сегодня профицит бюджета, точнее в 2018 году профицит бюджета в исполнении 2,7 триллионов рублей. 2,7 триллионов. То есть вот эти цифры все, они настолько противоречивы, и они сегодня свидетельствуют исключительно о противоречивой политике, экономической политике нашего государства. Хотелось бы сказать и о государственных программах, буквально несколько слов. Сегодня все, все расходы, в общем-то, входят, идут через государственные программы. 2018 год, 40 государственных программ. Давайте мы посмотрим, как шло исполнение. Это самое низкое исполнение за последние годы, 95,6%. Такого исполнения давно не было. Это во-первых. Во-вторых, мы же сами создали какой-то вот такой неповоротливый механизм, очень забюрократизированный, работы с этими государственными программами. Они совершенно не учитывают никаких приоритетов. Почему, откуда взялись национальные проекты? Да из тех же самых приоритетов, выдернутых из государственных программ. Эффективность государственных программ оценивает Минэкономразвитие. Они говорят, все хорошо. Не верю ни одному слову. В общем-то, по цифрам стоит, что только 4 государственных программы являются неэффективными. Абсолютно не так. И знаете почему? Потому что эффективность рассчитывается Минэкономразвитие из следующих показателей. Если нет никаких данных по реализации государственной программы, то есть по показателям, а есть там такие показатели из 1900 показателей, которые 13%, по-моему, их вообще отследить невозможно. Так вот, берется вместо исполненных показателей прогнозное значение. Вы представляете, что это прогнозное значение идет в исполнение государственных программ. Как там на самом деле? Никого не интересует. Берутся эти прогнозные значения, и государственная программа выполнена. Поэтому не 4 неэффективных государственных программ, а гораздо больше. И поэтому сегодня нам надо решать массу проблем, массу вопросов, которые правительство Российской Федерации не решает, не работает над ростом доходов населения. По-прежнему проводит политику сжатия потребительского спроса и урезания расходных обязательств. По-прежнему регионы нагружаются дополнительными полномочиями, которые не обеспечиваются финансами. По-прежнему вносятся в уставные капиталы государственных корпораций, акционерных обществ, государственных участием огромные суммы. В 2018 году это 455 миллиардов рублей. Из них 140 миллиардов рублей остались в остатках. И эти деньги на депозитах принесли доход этим государственным корпорациям и акционерным обществам в размере 6 миллиардов рублей. Они не работали в программах, они не работали в экономике, они на депозитах лежали, принося доход. И мы постоянно говорим об этом правительству, постоянно требуем, чтобы все эти системные проблемы были решены. К сожалению, правительство не обращает внимания на наши слова. Это во-первых. Во-вторых, продолжает упорно проводить курс, убивающий нашу экономику. Тогда у меня возникает последний вопрос. А зачем вообще тогда нам нужно такое правительство? Фракция КПРФ при голосованиях по бюджетам, внебюджетным фондам, всегда руководствуется своей программой, которая была распространена и объявлена широко во время выборов нынешнего созыва депутатов Государственной Думы. Наша программа говорит о том, что инвестиции в хозяйство, в экономику должны быть, накопительная часть, не менее 30-32% доходной части. Более того, уровень жизни должен расти. Если сравнивать по всем этим показателям, то, прежде всего, инвестиции в основной, это производственные фонды, и человеческий капитал по исполнению бюджета 2018 года никак не растут, даже снижаются по сравнению с 2017, 2016 и 2012 промежутки годами. То есть мы снижаем все время вложения в новую технику. Стало быть, мы никак не сможем обеспечить ни с точки зрения производительных сил, ни с точки зрения человеческого капитала выход на те самые темпы мирового развития, опережающиеся мировое развитие. Это первое. Мы предлагаем, прежде всего, бюджет своей доходной части за счет отмена налогового маневра нефтяного отрасли, за счет регулирования вложения фонда национального благосостояния для дальнейшего развития инвестиций внутри страны, а также введение прогрессивной шкалы налогообложения на доходы физических лиц за счет внедрения плоской шкалы на пенсионное страхование, увеличить где-то доходную часть до 27-28 триллионов рублей, тогда у нас действительно появляются возможности развивать. Вот такая программа у нашей партии, у нашей фракции есть. Если взять доходы населения, мы никак не можем проголосовать за этот бюджет 2018 года, потому что доходы не выросли. Здесь уже коллега Вера Анатольевна очень убедительно сказала, что 0,1 якобы процент дохода выросли. Это, в общем-то, обман чисто, иллюзия, виртуальность, потому что такой точности просто в расчетах у нас практически по стат-методам быть не может. Скорее всего, они упали, но от нас, в общем-то, это скрывает. Мы, безусловно, всем этим инструментарием здесь, к сожалению, депутаты не владеем. Если говорить с точки зрения потребительского спроса, потребительский спрос, особенно внутренний, разгоняет экономику и увеличивает темпы, у нас потребительский спрос сегодня тоже, так сказать, на очень низком состоянии. На низком состоянии почему? Потому что фонд заработной платы у нас где-то 23 триллиона рублей. Этого мало, если мы в последние вот эти, как бы говоря, периоды не будем и дальше в перспективе увеличивать фонд заработной платы, то есть не будем увеличивать заработную плату в бюджетной сфере, прежде всего, государственных организациях и предприятиях, а дальше уже частный бизнес должен будет выравниваться, чтобы выдерживать конкуренцию. Нам экономического роста и роста потребительского спроса не видать. Мы предлагаем, чтобы доходы росли, как я уже говорил, ввести НДФЛ, прогрессивную шкалу, при этом два прожительственных минимума, это порядка 20-22 тысяч рублей, вообще освобождать от налогообложения на доходы физических лиц. А, соответственно, прогрессивная шкала будет расти на высокие заработные платы, высокие доходы. За счет этого мы считаем дополнительно порядка 2,5-3 триллионов рублей мы можем привлечь, их как раз направить на дальнейшее увеличение потребительского спроса и увеличение инвестиций, как в основные фонды, так и систему образования и здравоохранения, которые сегодня, к сожалению, финансируются по общим мировым меркам почти два раза ниже, чем это надо было бы делать, чтобы выйти на темпы, опережающие мировое экономическое развитие. В завершение хочу сказать, что сейчас опять пенсионная реформа предлагается новая, и вот у нас создается гарантированный пенсионный продукт, более того, это, вернее, не что иное, как просто государство будет отказываться от своих гарантий по пенсионному обеспечению населения и говорит, копи, ты будешь пенсию получать, не будешь копить, стало быть, ничего ты иметь не будешь. Мы с этим тоже согласиться не можем. Сегодня обсуждаться будут итоги исполнения внебюджетных фондов пенсионного, социального страхования и фонда обязательного медицинского страхования, но в ходе вопросов выступления фракция, безусловно, свою позицию четко изложит. И еще раз хочу сказать, у нас есть четкое видение будущего, что нужно делать, что нужно менять и какое правительство, как уже здесь было сказано, у нас должно быть, чтобы идти вперед. Редактор субтитров А.Семкин